Чёрный дым сочится из газопровода в Алматинской области. Жители села Караой возмущены качеством голубого топлива и постоянными перебоями. По их словам, часто давление настолько слабое, что не хватает даже для приготовления еды, не говоря об отоплении. К тому же трубы приходится очистить по несколько раз за сезон, жалуются люди. Рустам Ралбаев разбирался в проблеме. Житель села Турдеказы Мухамеджанов заплатил за подключение к центральному газу примерно полтора миллиона тенге. По его словам, первое время всё было хорошо, но потом качество резко упало. Каждый день ему приходится менять по несколько фильтров, а за прочистку и ремонт засорившейся трубы он платит по 150 тысяч за сезон. Каждый год приходится мастера вызывать, профилактику делать в газе. В этот раз он даже чуть не упал, мастер говорит, ага, откуда у вас такой мусор, говорит, весь магистрал забитый, говорит. Он полтора часа чистил здесь. Часто давление газа настолько маленькое, что его не хватает даже для приготовления еды, не говоря уже про отопление. Многие люди установили специальные газовые печи с защитой от перебоев, но даже это не помогает. И большинству людей снова пришлось купить обычные угольные печки, запастись дровами и углём, чтобы не замёрзнуть в собственных домах. Готовить же еду приходится с помощью старых газовых баллонов. С газом вообще проблема. Идёт красный газ, он пусто горит, который у меня чайник двухлитровый, закипал за три минуты. Сейчас он закипает 15-20 минут, соответственно, это же мой счётчик, мотает же. Постоянно караулишь, среди ночи, за день, раз пять его включаешь газ. Он еле-еле фитиль, еле горит. Проблема не в нашей аппаратуре, а проблема всё-таки именно в давлении газа. И когда очистили вот эти вот ГРП, распределительные точки газа по посёлку, мы увидели, что там не голубое топливо, там просто сажа. На встречу с абонентами представителей газовой компании приглашали. Однако прийти никто не соизволил. Мы сегодня даже приглашали газовую компанию, в связи с тем, что совещание и дополнительные вопросы, они не изъявили желание. Они утверждают то, что в связи с погодными условиями на данный момент. Но я думаю, это не вопрос. Наверное, нужно будет какие-то действия принимать, поднимать давление газа и так далее. В самой газовой компании заявляют, что никакой проблемы нет. Однако местные власти подтвердили, что в период заморозок перебои с газом были у порядка 50 абонентов. Если в следующем году проблему не исправят, то в отношении компании намерены принимать меры.